И мне всегда было так интересно, почему я не особо-то похожа на свою семью. Да, вы понимаете, к чему я клоню? Вопрос про фрикабл. То, что ты делаешь никому неинтересно, и эти безумно талантливые художники. Мне хотелось лично поговорить с этим человеком и сказать, что не так, что тебе не понравилось. Расскажи мне, пожалуйста. Всем привет! Сегодня будет максимально лайтовое видео, потому что мне просто вдруг внезапно захотелось пообщаться с вами, если бы точнее поотвечать на ваши вопросы. И я тут вспомнила, что еще, наверное, в конце весны я создавала пост, где задавала вам вопросы, и вышло одно видео. И также у меня были еще припасены вопросы для второго видео. Но я с ним немножко, как видите, запоздала всего лишь на каких-то полгода. Поэтому да, большинство вопросов, которые сегодня я буду с вами разбирать, они довольно-таки давние, поэтому прошу прощения у тех, кто задавал эти вопросы. Черт знает, когда. Sorry, такие видео, к сожалению, не всегда есть настроение снимать. Но вот сейчас, именно сегодня, именно такой день. Поэтому да, люблю такие видео. Люблю для вас снимать такие видео. Люблю, когда вы любите смотреть такие видео. Потому что я сама люблю такой контент. Это то, что нужно для того, чтобы порисовать, разложить свои художественные материалы, сделать уборку и так далее. Это видео не обязательно смотреть. Его можно просто слушать, как подкаст. Хоть у меня и потрясающий светящийся фон. Просто посмотрите. У меня помешательство на всем, что светится. Короче, давайте начнем. Мне кажется, что ментальный кайф и состояние души, это, наверное, приблизительно одинаковые вещи. Нет? Или я недопоняла вопрос? Ну, в любом случае, конечно же. Естественно, это про внутреннее состояние. И на самом деле я до сих пор не знаю, почему именно эти темы меня так сильно волнуют, задевают. Я имею в виду темы экзистенциальные, да? Тема смерти, жизни, тема деторождения и старения и вот это все. Ну, как правило, связанное с детьми. Потому что мне просто нравится сочетать детей и что-то криповое. Потому что именно в детстве ты такие штуки воспринимаешь максимально ярко. Мы все в детстве чего-то боялись. И все наши страхи, которые мы несем через всю свою жизнь, они, как правило, из нашего детства, да? Все идет оттуда. Поэтому, да, для меня это та тема, которая меня трогает. И я уже много раз говорила, что у меня никогда не было цели рисовать хоррор, крепоту. Ну, я, по сути, и не рисую, да? То есть те, кто меня знают, понимают, что я все-таки ближе, наверное, к милоте. Просто тема экзистенциальная, она из-за того, что у нас в обществе не обсуждается. Она выглядит мрачной какой-то, запретной. Типа что? Мы все умрем? Нет, мы не умрем. Никто не умрет. И вообще мы все живем прекрасно и счастливо. И грусти вообще нет. Радуга и пони. И, наверное, именно поэтому как-то вот демонизирована вот эта тема смерти. И все такие, ууу, страшно, ууу, крипово. Хотя, по сути, это часть нашей жизни. Смерть – это часть нашей жизни. Вот сказала, так сказала, конечно. Ну, короче, мы все рано или поздно помрем. Это каждого из нас коснется. И для меня эта тема всегда была очень актуальная, причем с самого детства. Не знаю почему. Даже психотерапия не дает мне на это ответ. Но это именно то, что как-то подпитывает меня. Как-то, наверное, уже очень долго мусолю этот вопрос. Но на него просто сложно ответить. Нет какого-то конкретного ответа. Но если вопрос «Выбирала ли я это?» Нет, я это не выбирала. Ну, то есть, не могу сказать, что это был какой-то осознанный выбор. Я буду рисовать надгробные плиты, чтобы все сказали «О, Господи, какой кошмар!» Ну, то есть, нет, это не так у меня работает. Я рисую то, что чувствую. Я помню, что лет в 13-14 у меня даже загон такой был, что я смотрела на вот эти вот реалистичные портреты в технике простого карандаша, то есть черно-белое. И я помню эти лица улыбающиеся, эти зубы белые, и там радостные люди, их изображение. Это все было очень красиво. Я на это смотрела и думала, я ничего не чувствую. Я ничего не чувствую. Я не хочу вот это рисовать. Ну, то есть, я могу, но, короче, сложно объяснить. Для меня это, в общем, не несет никакой смысловой нагрузки, даже не то, что смысловой нагрузки, а я это действительно не могу прочувствовать. Я могу прочувствовать какие-то более мрачные темы, так скажем, да, не буду вдаваться в подробности, но, да, это действительно то, что мне интересно, то, что меня трогает, и я, ну, по-другому просто не могу, и, ну, я бы, естественно, просто не выжила и не просуществовала столько лет, рисуя вот подобное. Поэтому, да, это, конечно же, все идет от сердечка. Поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на мой канал, пока я ищу новый вопрос. Замечаю, что художников записывают в Африке. И приходилось ли слышать такое, и что ты думаешь по этому поводу? Я уже, по-моему, много раз говорила о том, как мои родители относятся, что они довольно-таки нейтральные. Но недавно я стала думать о том, что в целом у меня в семье особо нет творческих людей, то есть они владеют разными профессиями, но они совсем не близки ни к чему творческому, ни к изобразительному искусству, ни к музыке. Ну, то есть кто там? Экономисты, юристы, полицейские. Во мне всегда была тяга к искусству, к рисованию, к всякому рукодельничеству, все, что там лепилось из пластилина, складывалось из каких-то деталей конструкторов. Я это все обожала. Я маленько обожала смотреть «Школу ремонта». Просто. Меня было не оторвать. «Школа ремонта» и этот, как его? «Квартирный вопрос». Вот. Я просто обожала. Я была крошечная, на меня мама так смотрела и такая, типа, а почему не мультики? А я смотрю, как красят стены, и мне это просто приводит в восторг. И там еще были всякие рубрики, когда делали декор зеркал, шкафов, там еще чего-то. Я просто, я это все обожала, просто неосознанно. Мне всегда было интересно, откуда это во мне, потому что меня к этому никто не приучал. Ну, знаете, бывают семьи, творческие, когда детей там учат какому-то искусству, отводят в какие-то школы музыкальные, например, ставят какую-то классную музыку, да, для того, чтобы развить музыкальный вкус, вводят по каким-то выставкам, по галереям картинным. Со мной такого не было. Нет, я, конечно, я, конечно, не в сарае выросла, но, то есть, меня куда-то водили, я где-то бывала, на каких-то, в каких-то детских театрах, на каких-то представлениях. Но это как-то все было, ну, довольно-таки редко, и не так, что вот, смотри, это искусство впитывай. То есть, этого было, ну, как у всех детей, да, то есть, в норме. Я бы не сказала, что меня к этому как-то привычали. Но, тем не менее, я была очень творческая с самого начала, и я помню, что у нас был шкаф большой, и этот шкаф был полностью забит альбомами и раскрасками. Мама не успевала мне их покупать, потому что я изрисовывала все. Ну, то есть, это мне было года 3-4. Вот, у меня все время спрашивают, со скольки лет ты рисуешь? Я говорю, с младенчества. Ну, потому что так и есть. Не знаю, лет с двух, вот, как смогла удержать фломастер в руке, так и рисую до сих пор, беспрерывно. И мне всегда было так интересно, почему я не особо-то похожа на свою семью. Да, вы понимаете, к чему я клоню? Вопрос про фрикабл. Ну, то есть, я это ощущаю, скажем так. Мне об этом в лицо никто не говорит, но я ощущаю это, что все такие, твоя мать, она странная. Что она делает? Нет, с ней что-то не так. Как бы сложно не заметить слона в комнате, когда ты просто по глазам человека видишь, что он как бы не хочет тебя обидеть, и такой, ну, ее нахрен, она странная, лучше с ней не связываться лишний раз. Ну, в общем, ну, да, со мной такое, мне кажется, я могу это прочувствовать, не то, чтобы кто-то как-то меня там притеснял, или называл какой-то белой вороной, и такого не было, но я все равно это чувствую, что я немножко другая, и что во многом мое окружение может меня не понимать, не разделять мои взгляды. Ну, наверное, это нормально, я думаю, что для большинства, тем более уж творческих людей, это абсолютно нормально. Смотрели ли вы недавно вышедший фильм «Майор Гром, Чумной доктор»? Если да, то не могли бы вы поделиться мнением о фильме? Ребята, актуалочка, так как я одной ногой в фандоме, практически двумя. Я не знаю, когда это закончится, наверное, никогда. Вот помните, я вам говорила, что вот есть люди не фандомные и фандомные, вот я человек фандомный, и мне кажется, я в этом дерьме буду до конца своих дней, клянусь. Конечно же, я смотрела короткометражку, которая выходила когда? Года три или четыре назад. Я помню, что она меня очень впечатлила, потому что это было очень круто сделано, особенно для того времени. Никто особо тогда не запаривался на таком уровне. В общем, я помню, что мне очень понравилось, и вот тогда я узнала про Bubble, что существует такая студия комиксов Russian производства. Я была в шоке, когда узнала, что у нас такое есть, и я подумала, ммм, круто. Ну, и я помню, что я там вроде поискала их соцсеточки, что-то посмотрела, и все, и как-то оно забылось. Я помню, что ходили слухи о том, что вот, скорее всего, будет полнометражное кино. Ну, и на этом все. В принципе, больше я ничего такого не слышала. Я специально не искала, и мне вот случайно как-то не попадалось. Более того, мне не попадалась реклама того, что выйдет полнометражный фильм. Я не знаю, как это возможно. Я даже потом слушала подкасты, и ребята говорили о том, что у нас очень странно это все получилось, потому что некоторые люди говорят, вы достали. Я везде слышу про чумного доктора. Реклама везде очень такая нахальная, да? А другие люди говорят, я не видел ничего. Вот я попадаю в группу людей, которые не видели ничего. Я что-то такое слышала где-то отрывками, но мне вот не попадался ни тизер, ни трейлеры, ни, я не знаю, ни посты какие-то. Я не знаю, как это прошло мимо меня. Но вот так случилось. Очень жаль, потому что я не смогла сходить на него в кино, когда он был еще, пока он еще там шел. Вот, конечно же, он сейчас уже не идет. Очень жалко, потому что я бы с удовольствием бы сходила бы и поддержала бы проект монетой. Вот, но я знаю, что у них куча мерча. Может быть, я приобрету какой-нибудь мерч в ближайшее время. В общем, короче, у меня сегодня болтливое настроение. Простите, пожалуйста, но я вам обещала подкаст, поэтому подкаст. Так что слушайте, сколько там? 50 минут, нормально. Короче, я посмотрела фильм первый раз на Кинопоиске у себя дома, на большом экране. И, в принципе, мне понравилось. Ну, мне понравилось где-то на, не знаю, 6 из 10, может быть, 7 из 10. Но не могу сказать, что я прям прониклась. Я просто посмотрела такая красиво, интересно. Ну и все. Я как бы особо не знаю всей этой истории. Я не знакома с комиксами, с персонажами. А для меня это важно. Я уже сколько раз замечала, что вот лично для меня это охренеть, как важно знать контекст. Ну, то есть, для меня это расширение вселенной и от того все становится ярче и гораздо увлекательнее. Поэтому, когда мне нравится какой-то проект, я стараюсь максимально окунуться в эту атмосферу и насобирать столько информации, сколько я вообще способна. И, собственно, я это и сделала. Я посмотрела кино, потом немножко про него забыла, и потом такая думаю, а почему бы нет, почему бы не послушать подкасты, потому что интересно, да, Russian Comics. И, короче, я как встряла в это все, я не знаю, я, наверное, пересмотрела уже все, что есть, а потом пошли фанфики, и я такая, о, нет, это снова происходит. Я снова в каком-то, мать его, фандоме в очередной раз. Короче, в итоге я узнала про вселенную гораздо больше, чем знала при первом просмотре, пересмотрела фильм, и во второй раз он понравился мне еще больше, и вот в ближайшее время я хочу пересмотреть его еще в третий раз, потому что с каждым разом все интереснее и интереснее, именно потому, что у меня гораздо больше знаний о этой вселенной. Я еще не читала комиксов, но надо будет это исправить, но именно вот то, с чего началась киновселенная, да, будем ждать продолжения, мне очень нравится, и если вы еще не смотрели, то, пожалуйста, посмотрите, и не сравнивайте, пожалуйста, с Marvel, хоть и очень сильно хочется, я понимаю, потому что мы все выросли на Marvel, но знаете как, если хотите сравнивать с Marvel, то сравнивайте с самыми первыми большими фильмами Marvel, я не знаю, какой там, кто там был у нас, Железный Человек, да, который начал Мстителей, вот на эти фильмы смотрите, вот на них можно еще хоть как-то опираться, да, то, что было, извините, 15 лет назад, потому что очень странно, когда люди говорят, фу, сняли такое говно, вот у Marvel лучше, конечно у Marvel лучше, Marvel уже 30 лет снимают про супергероев, если не больше, конечно у них там опыта, а у нас вообще этой индустрии нет, и чем больше мы будем поддерживать какие-то новые проекты, пусть даже они не идеальные, но индустрия будет развиваться, понимаете, у нас не начнут снимать по-голливудски, пока мы не снимем 500 тысяч фильмов, вот, понимаете, а их нужно снимать, и нужно давать волю людям, которые хотят создать что-то крутое, как, например, чуваки, которые делали Майора Огрома, Чумного Доктора, которые прям болеют за свой проект, и очень его любят, и там очень много творчества, и это чувствуется. В общем, в целом, мне вселенная нравится, и я надеюсь, что у этого проекта и еще у будущих проектов будет большое-большое будущее, жаль, конечно, что фильм провалился в прокате, но я надеюсь, что как-то это все пофиксится, в будущем. Ну, в принципе, по этому фильму это все. Что еще могу сказать? Сера Волк Канон. Можешь посоветовать еще сериальчиков? Могу, потому что у меня был очень долгий период, когда я вообще не могла сконцентрироваться для просмотра сериалов. Я даже полнометражное кино не могла осилить. Я не знаю, что это было, но это был очень долгий период, наверное, год, если не больше. И в конце весны меня накрыло и не отпускает до сих пор. И я смотрю и смотрю в захлеб постоянно сериалы, причем большая часть из них российские. И тут должен быть гимн и флаг патриотично. Во-первых, я посмотрела пищеблог, я вам про него рассказывала, про вампиров в детском лагере. И это тот редкий случай, когда сериал мне понравился больше, чем книга. Я сначала посмотрела сериал, потом прочла книгу. На самом деле, я думаю, что здесь последовательность никакой роли не играла, даже если бы я сначала прочла книгу, а потом посмотрела сериал. Я думаю, что в принципе мне бы все равно сериал понравился больше. Но это вот чисто мое сугубо личное мнение. Потому что книгу я перечитывать, если честно, не хочу. Ну и мне не особо увлекательно было в процессе. А вот сериал пересматривать мне хочется. Дальше я, конечно же, посмотрела нашумевшие топи. Если вам нравятся триллеры, мрачные, загадочные, то вполне возможно вам зайдет. И знаете, это такой сериал, который он настолько странный, что про него даже нельзя сказать, он хороший или он плохой. Он вообще какой? Страшный, не страшный? Ну то есть и в этом, наверное, его прелесть, что он настолько странный и нестандартный, что он не похож ни на что. И когда у меня люди спрашивали, а что, как вообще топи? я говорила так, этот сериал надо просто посмотреть. Вот просто посмотри его, потому что я сама писать его не могу, настолько он странный, нестандартный, но эмоции у меня были просто потрясающие, у меня было просто какое-то невероятное погружение в эту атмосферу этой старой глубинки. В общем, мне понравилось очень. Были, конечно, какие-то части, которые мне не особо зашли, но в целом мне очень понравилось и это очень необычный сериал. И если вы любите какое-то нестандартное авторское кино или, возможно, какое-то кино с элементами арт-хауса, в общем, когда это какое-то странное художественное видение, в котором очень часто отсутствует какая-то логика, то есть кино не по шаблону. Вот, если вы такое любите, как я, я такое кино люблю, то посмотрите топи. Вот, вы просто должны это увидеть. Даже если вам не понравится, это стоит того, чтобы это увидеть. Вот настолько этот сериал неоднозначный и нестандартный. И еще я сейчас досматриваю вампиров средней полосы. Я просто, я посмотрела все, что нашумело, все, что говорили классное, посмотри, я посмотрела практически все. Если есть еще что-то, пожалуйста, напишите в комментах, если есть классные сериалы русского, российского производства. Вот, это очень важно, потому что для меня это просто огромное открытие, и я так рада, что у нас наконец снимают что-то классное. И знаете, это вот тот момент, когда ты думаешь о том, что это вот влияние всей вот этой ковидной истории, да, о том, что очень много дерьма сделал этот ковид, но при этом какие-то невероятные штуки после этого зарождаются. То есть, не поймите меня неправильно, я ни в коем случае не хочу звучать как человек, который говорит ковид, классно, но я думаю, вы это понимаете, да. Я помню, что кто-то еще в самый разгар пандемии в начале говорил о том, что это переломный момент, после которого попрет творчество. И я в это верю, потому что исторически так сложилось, если посмотреть, после каких-то вот таких страшных вещей, каких-то войн, революции, каких-то эпидемий, действительно, сразу после идет какая-то новая творческая эпоха, прям что-то возрождается. Это знаете, как очень много бизнеса загнулось от ковида, но и очень много каких-то проектов стартанули именно благодаря ковиду. И на примере с кино это очень хорошо заметно, почему у нас сейчас пошли классные сериалы, потому что они снимаются для онлайн кинотеатров, которые получили большое развитие в связи с пандемией, понимаете, то есть из-за пандемии они подзаработали денежек, и теперь эти денежки они вкладывают в крутейшие проекты и снимают классное кино. Вот, казалось бы, ссаный ковид все нам попортил, но даже здесь есть какая-то обратная сторона, есть какой-то плюс, если это можно назвать плюсом, что действительно ощущается и чувствуется, как появилось, насколько много появилось каких-то лиц новых, какие-то новые артисты, какие-то новые, артисты, я имею в виду, все вместе, художники, так скажем, актеры, и те, кто рисуют, и те, кто снимают, режиссеры, какое их вдруг внезапно огромное количество появилось, и они все незнакомые, и такие все классные, и талантливые, и ты смотришь и думаешь, вау, хоть за что-то ковиду можно сказать спасибо. Ну, то есть, это в целом очень круто, вообще развитие киноиндустрии, это нереально круто, потому что, знаете, о чем я подумала еще? Я подумала о том, представьте, сколько это рабочих мест у творческих людей, у художников. Если у нас будет развиваться индустрия, художники будут нужны просто везде, потому что они реально там везде, на каждом этапе нужно огромное количество художников, выдумщиков, дизайнеров, в общем, меня эта мысль приводит в восторг, что если у нас все это дело разовьется, то можно будет встретить человека, который скажет, а я работаю вот в кино, я вот делаю то-то-то, я там делаю какой-то реквизит, или я там отвечаю за то-то, или я выдумываю вот это, и это так классно, и уж тем более касательно диджитла, касательно какой-то графики, там 3D графики. В общем, я надеюсь, что у нас это все круто будет развиваться, и для меня, для творческого человека это очень важно. Какие эмоции были при создании ютуб-канала и паблика, и сложно ли было с самого начала? Ой, ребят, это было так давно, что я уже не помню, что там у меня были за эмоции, но паблик я создала уже после того, как у меня стал расти канал, то есть я никак его не продвигала дополнительно, то есть все те люди, которые там есть, около 50 тысяч, по-моему, они скопились как-то сами с собой, я просто постила рисунки, какие-то новости, и в общем, как-то вот так аудитория набралась за довольно-таки долгий срок, года за 4, наверное, если не больше. Канал развивался очень долго, годами, я знаете, я из тех блогеров, у которых никогда не было пика популярности, то есть мой канал никогда не набирал резкую популярность, все это было так медленно, размеренно, нет, у меня было, конечно, стартовое видео, которое завирусилось, набрало большое количество просмотров, особенно по тем временам, про скетчбук, как раз-таки, да, то есть вот тогда пришло ко мне очень много людей, вот, это был такой старт, но потом как-то потихоньку, понемножку, никогда у меня после этого не было какого-то серьезного прироста аудитории, но это было довольно-таки сложно, в первую очередь психологически, потому что я помню, как у меня тряслись ручки каждый раз, когда я опубликовала видео, и мне казалось, что что-то не так, при том, что тогда я опубликовала его на пустой канал, и никто даже не мог бы толком посмотреть, ну, то есть приходили какие-то люди, видимо, из рекомендованных, то есть у меня ролики там набирали, не знаю, ну, там 100 просмотров, 200, если они набирали 500, то это вау, это уже очень круто было, вот, и все равно я переживала, как ненормальная, что сейчас мне кто-нибудь поставит дизлайк, о боже, мне кто-нибудь поставит дизлайк, меня реально расстраивал каждый дизлайк, ну, потому что их там было всего один или два, мне хотелось лично поговорить с этим человеком и сказать, что не так, что тебе не понравилось, расскажи мне, пожалуйста. Я также боялась негативных комментариев, то есть их довольно-таки сложно было воспринимать, ну, я думаю, как большинству, так как у меня еще не было такого опыта. Да, было довольно-таки сложно, и я много раз пыталась бросить, и на самом деле я очень благодарна нескольким людям, которые говорили мне не бросать, которые говорили и пытались убедить меня в том, чтобы пробовать еще, которые говорили, что у тебя круто получается, и они меня как-то вдохновляли, что ли, потому что руки опускались у меня очень много раз, это было тяжело, я все это дело совмещала с учебой, и, в общем-то, да, казалось, что, ну, вот, ну, сколько можно, сколько можно снимать видео в пустоту, то есть, я несколько лет снимала видео в пустоту, вот, ну, они, конечно, не так часто выходили, как сейчас, но, тем не менее, они выходили, и это довольно-таки сложно заставить себя что-то придумать, что-то нарисовать, красиво снять, при том, что у меня тогда не было ни освещения, ни хорошей камеры, у меня ничего не было, я у подружки была, брала фотик, и у меня даже не было штатива для него, вот, ну, то есть, там и качество было не очень, короче говоря, да, микрофона у меня не было, ничего у меня не было, вот, и мне надо было себя заставить придумать что-то классное, потом это красиво снять, красиво смонтировать и выложить, чтобы этого никто не увидел, ну, то есть, это довольно-таки тяжело, многие люди, вот, не выносят этого чувства, им вот надо, чтобы их тут же похвалили, или там отругали, сказали, ну, сказали, в общем, какой-то вердикт, да, касательно, оценили как-то их работу, вот, а не так, что ты долго-долго делал, переживал, мучился с монтажом, я тогда еще плохо знала монтаж, у меня был очень слабый комп, он еле это все тянул, в общем, это все было очень тяжело, и все вот эти вот мучения, круги ада, да, съемки, монтаж, и потом ты выкладываешь, у тебя трясутся ручки, и этого никто не видит, ну, это видят там несколько человек, которые никак не реагируют, они не ставят лайки, они не пишут комментарии, и вот это, наверное, было самым тяжелым, то есть, мне хотелось, чтобы меня кто-то ждал, мне хотелось, чтобы меня кто-то поддерживал, мне хотелось, чтобы кто-то разделял мою любовь ко всякой мрачнятине, мне хотелось рисовать то, что я действительно хочу, и чтобы кому-то это тоже нравилось, чтобы нашлись такие люди, ну, и, как вы можете заметить, такие люди нашлись, но, наверное, да, самым сложным было это, ощущать себя ненужным, что то, что ты делаешь, никому не интересно, и эти безумно талантливые художники, которые сменяют друг друга каждый день, невозможно зайти в инстаграм, невозможно смотреть какие-то другие, чужие спидпейнты, потому что все настолько красиво и талантливо, и ты реально, я вот понимаю тех ребят, которые пишут, что делать с чувством, когда ты думаешь, что и без тебя уже тут всех полно, и ты ничего не значишь, и, ну, вообще даже нет смысла пытаться, я очень понимаю это чувство, я периодически его испытываю до сих пор, а тогда уж, тем более, потому что у меня не было аудитории, которая вообще никого не была, то есть ты реально рисуешь и думаешь, ну, наверное, я рисую какое-то говнище, потому что никто на это не смотрит, никто не может это оценить, и там периодически заходят какие-то люди и говорят, боже, что за хренотень, вот, это, в принципе, единственная оценка, которую ты получаешь, ну, и, понятное дело, это не сильно вдохновляет, ну, и в такие моменты, когда мне хотелось все бросить, меня, наверное, спасло упорство и трудолюбие, ну, и, конечно же, интерес к самому делу, потому что мне до сих пор безумно нравится монтаж, мне безумно нравятся съемки, ну, съемки еще не так, но вот монтаж я обожаю, знаете, многие блогеры говорят, что, вот, все, что угодно, только не монтаж, ненавижу монтаж, и у многих есть ребята, которые помогают, делают монтаж, да, ну, то есть ты сырой файл отправляешь просто, и для тебя его там режут и монтируют, так вот, я сто процентов никогда не смогу свой монтаж кому-то доверить, даже если это просто видео, как вот это, в котором вообще нет монтажа, мне так это важно, именно нарезать самой, самой это все, сохранить, в общем, для меня это просто какой-то потрясающий процесс, и я до сих пор, я уже вот сколько я, пять лет безостановочно монтирую видосы, и я вот, я до сих пор не перегорела, мне вообще кажется, что когда я уйду с ютуба, я, скорее всего, буду монтировать видео, вот, не знаю, буду ли я заниматься съемками, наверное, нет, но вот получать готовый какой-то красивый материал, и что-то из него делать, мне нравится просто безумно, и я готова в этом как-то совершенствоваться, и работать с этим дальше, я за столько лет вообще не перегорела, надеюсь, вам было интересно, пока! Субтитры сделал DimaTorzok